Доброе утро, Патрик! Доброе утро! Привет, Патрик! Привет, Дэвид! Дэвид, тебе, возможно, это понадобится. И во сколько же вы легли прошлой ночью, лучше даже не вспоминать. Не потеряй свои книги. Увидимся, Дэвид. До свидания, Папа! Кирк Дуглас. Ким Новак. В фильме мы встречаемся, как незнакомцы. Фильмы также снимались Уолтер Мэттау, Вирджиния Брюс, Кент Смит, Хелен Галлахер, Джон Брайнт, Роберто Шор, Нэнси Ковач, Кэрол Дуглас и другие. Сценарий Эвана Хантера по мотивам собственного романа. Сценарий Эвана Хантера по мотивам собственного романа. Продюсер и режиссер Ричард Куайн У меня есть теория, что люди честны друг с другом только за завтраком. Не знаете, до того, как они надевают броню. Скажите-ка мне, Коу, моё имя что-то значило для вас, когда вы слышали его по телефону? Нет, боюсь, что нет. Должно было? Но я достиг определенного уровня известности. Я писатель. Я никогда не слышал о книге «Звездное пространство»? Нет. Катастрофа? Нет, мне как не предоставлялся шанс читать билетристику. Нельзя надеяться посетить. Всякую, сделал всего два блестящих прорыва. Если вы вообще ничего не читали, вы бы и тогда знали, что «Звездное пространство» вышло частями в пост. Что настала книга месяц, и метр Голденмайер купили его. Катастрофа находилась в списке бестолюбов в 34 недели. И фокус снимает ее уже сейчас. Вы должны быть очень устали. Я цармидас. Рад вас слышать. Мне нравится экспериментировать, работать то там, то сям. Особенно, если это приносит некоторые деньги. Вы бы слышали, как зацкныкал сейчас мой бумажник. Возможно, я выбрал не того архитектора. Возможно. А почему вы выбрали именно меня? Я открылся на этом журнале в приемной у донтиста. И мне понравилось. Ах, да. Это единственный дом, который я захотел бы снести и начать все заново. Я знаю, что вы имеете в виду. Однажды я надеюсь, убедить своего издателя перестать прислать мне гранки. Каждый раз, когда он делает это, я пытаюсь переписать всю свою дурацкую книгу. Итак, с чего начнем? Прежде всего, сколько вы намерены потратить? Мне бы хотелось удержаться в пределах сотни тысяч. С этим, разумеется, мы сможем что-нибудь сделать. Конечно, зацепь от типа дома, который вы хотите, от того, придем ли мы к согласованию. За столько кусков можете не согласиться? Ну, такое возможно. Так вы что, один из тех темпераментных художников? Если хотите называть так, тип дома, который я проектирую, вас не рекламируют, но рекламируют меня. Я не могу позволить себе спроектировать невзрачный дом и поставить на нем свое имя. Вы должны понимать это, кто получает рецензии, вы или ваш редактор? Еще кофе? Нет, спасибо. Хорошую бедру, это девчушки. Ладно, допустим, я соглашусь с вашими вкусами. Что теперь? Ваши желания много, значит, конечно. Но я сначала бы хотел прочесть вашу книгу «Звездное пространство». Второй у меня получил случай. Но разве не первый обычно бывает автобиографический? Блестящий парень, вы и правда не его обчитаете? Прежде чем по чертежам, я должен знать все о вас. Пока все, что я вас знаю, это то, что вы любите кофе и бедра. Есть некоторые скилеты в шкафу, которые я не хотел бы доставать. Я не глуп. Предположим, что вы сочтете книгу паршивый. Давайте не сказать проблем еще того, как мы начали. Их без того в любом случае будет много. Говорите, как того рода операция. Нет, все не так, что в локт резиденте. Но вы знаете, алтор, проектирует дом для кого-то. Это нечто очень личное. Вы мне нравитесь, Коу. А я вам нравлюсь? Пока не уверен, но думаю, понравитесь. Но я не прошу о Звелибе. От этого я бы отказался. Сельские поставщики. Книжный магазин. Приветствую, Ларри. Привет, Феликс. Ева звонила, сказал, что забыл о мясном заказе. Я сказал, Гарри, приготовьте его. Спасибо. Как тебе вечеринка прошлой ночью? Не слишком-то переживай за это, Ларри. Конечно, может быть, я и старомойт, но думаю, бад зашел слишком до конца. Ты так не находишься, что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, все эти его шуточки. Я увел быть прочь из комнаты. Я не ханжан, но не должно быть место на вечеринках такого рода инфинуации. Таков мой совет. Я думаю, бад без зрения. Что ж, возможно, я просто старомодил. Возможно. О, мисс, думаю, вы укатили мою тележку. Нет, я уверен, что... Извините, наверное, я замечталась. Не думайте, что было бы проще подходить к вашей корзине. Думаю, было бы. Вы ведь мать Патрика не так-то, я видел вашу автобусную остановку сегодня утром. А я отец Дэвида. А, да, Бетти Андерс говорил о вас. Как вам эта книга? Я еще даже не приступил. А я поступал, но... Что но? Его женщин показалось мне фальшивыми, даже не знаю. Мне показалось мне таким мелочным, что я это так и не закончила. Он будет рад от услышать. Вы с ним знакомы? Я делал для него дом. Ах, верно, вы ведь архитектор. Их должно быть хороший. Бетти сказал, что вы выиграли приз. Это было давно. Как вам нравятся соседи? Мне казалось, вы только что приехали в прошлом месяце. Все прекрасно. Люди по большей степени всюду одинаковы. Ну, полагаю, это все. Извините, что я украл ваши продукты. А вы не такая уж и красотка. Я должна идти. Добрый день, мисс Голд. Милая женщина. С очень приятными манерами. Я пойму от тебя. Сейчас же пей молоко. А сколько? Выпей вот столько. А потом сможешь рассказать вам секрет. Нет, это слишком много. Хорошо, покажи, насколько тебя хватит. Ларри, а мистер Алтер такой шуровый, как выглядит на обложке этой книги? Нет, нет, совсем нет. Я вроде понравился ему, Ева. Думаю, что он готов на обложке построить ему такой дом, какой я хочу. Но это же важно, не так ли? Достаточным количеством денег мне не придется беспокоиться о сантехнике. Вот это будет облегчение. Я рад, что ты произвел хорошее впечатление. Я-то боялся, что ты будешь сидеть там, ни слова не понимая сказанного им. О чем это ты? Ну не знаю, я просто подумал, что ты потерял голову этим утром. Голова была при мне. У всех всегда есть голова. Голова при тебе, Питер? Правда, Ларри, ты же знал, что идешь на важную встречу. Пара Мартини еще никому не вредили. Они делают меня влюбчивым. Ты просто так думаешь. Мартини Плох сочетается с сексом. А что такое секс? Ничего, просто пей свое молоко. Это что-то вроде Санта-Клауса? В некотором смысле, сынок. В некотором смысле. Значит, папочка делает дом для Санты? Нет, дорогой, он строит дом для писателя. Я рада, что с такой охотой Ларри. Я счастлив, и думаю, это будет очень интересно. Я рада. Знаете что? Что, Питер? Догадайся. Ты потерял зуб. Нет, но я снова описывался в постели прошлой ночью. Тебе стоило бы быть более старшим, сынок. Этого не было в моем списке. Это должно быть... Продолжала небольшая птенца в магазине. Между мной и той великолепной блондинки. Вот как? С какой? С матерью Патрика. Ах да, Маргарет Голд. Бетти рассказал мне про нее. Слышала, она очень красивая. Он тащит меня домой с вечеринкой слишком рано, говорит, что устал. Потом я готовлюсь к тому, чтобы посмотреть телевизор. Но не с Феликсом. Он тащит меня наверх, как очередной киногерой. Знаете, клянусь, что это мужчина только на уме, и ночью, и днем. В последнее время происходит так, что я хожу в обед куда-нибудь, а он на обед домой не приходит. Я полагаю, они все одинаковы. И Кен такой же? Да, он такой же. Бывает момент, когда он становится с меня дико скучным. Кен не наскучивает вам? Нет, никогда. Он всегда очень интересный. Ну, с такой девушкой, как вы. Знаете, вы так прекрасны, что иногда и я не могу стоять перед вами. Что ж, старая сменога скоро придет на обед. Мне лучше бы вернуться домой. Приятно было познакомиться с мисс Вагоной. Спасибо. Спасибо вам за кровь, не за что. Ну, будет шанс, увидимся. Хорошо. Алло? Ты? Как ты опять узнал мой номер? Нет, никогда. Я вызову полицию, если не перестанешь названивать мне. Маргарет, разве Патрот не должен быть уже дома? Да, он скоро будет дом, мама. Их в эти дни так долго задерживают, когда-то было... Если не хочешь ждать его, это совершенно нормально. Уверена, ты встречу его по дороге. Я бы хотела взять его с собой. Если честно, я хотела бы оставить его у себя на ночь хотя бы разок. Ужасно одиноко в долине, я предоставлю на самой себе. Самой себе, мама? Кто звонил, дорогая? Одна из местных женщин. Соседка. Что-то не так? Кажется, тревожное. Нет, все в норме. Несколько ты не о том, сколько мне всего просто еще переделать. Но я ведь могу тебе помочь? Не слишком ли ты поздно с этим? Я ведь принтесовался. Я просто хочу, ты не интересуешься мной? Не осуждай меня. Я ведь не осуждаю тебя. Я все еще твоя мать, знаешь ли? Да, знаю. Да, Маргарет, так и есть. Я знаю намного больше о жизни и о живых, чем ты можешь себе представить. Я представляю, как много ты знаешь и о жизни живых, мама. Ты очень холодный человек, Маргарет. Я никогда не могу поговорить с тобой. Я часто думала после случившегося, как бы все объяснить тебе, когда ты станешь достаточно взрослой, чтобы слушать. Как я могла дать тебе понять, что именно можешь сделать настоящую любовь с женщиной? Конечно, чистая и прекрасная. Я не бродяжка, Маргарет. Пожалуйста, пойми это. Я не бродяжка. То, что случилось со мной, может случиться с любой женщиной. Я не хочу это слышать. Ты знаешь, чего я хочу, Маргарет? Я хочу, чтобы в один прекрасный день ты бы влюбилась по-настоящему. Я уже влюблена, мама. Своего мужа? Да, конечно. Маргарет, ты вышла за первый же милого паренька, чтобы подвернулась под руку. Мама! Возможно, это была моя ошибка, но... Прости, мама. Мама! Пока! Пока! Увидимся позже, Маргарет. Доброе утро. Доброе утро. Кажется, нам попался коробка хлопья, которая принадлежала вам. Я читал эту книгу вчера вечером. И как она вам? Я понял, что вы имели в виду. Он не слишком-то ясно видит мир, не так ли? Что ж, все, что ему нужно, это хороший дом для жилья. Лучше сделать ему побольше окон. А послушайте, я сейчас направляюсь в его недвижимость. Не хотите ли со мной? Нет. Просто потому, что вас это может заинтересовать. Вообще-то да, но тогда садитесь. Не так уж и далеко. Но не в это утро. Спасибо. Может, в другой раз? Передумайте. А где это? Бел Эйр. Вы это делаете постоянно? О чем вы? Ну, не знаю. Предлагаю совершенно незнакомому человеку. Я просто странно себя чувствую сидеть здесь с тем, кого я совершенно не знаю. Я отец Дэвида? Сейчас вам получше? А что, если нас кто-нибудь увидит? Нам придется сказать правду. Что мы вместе сбегаем в Мексику. Вы не против вернуться? Прошу. Вы серьезно? Да. Что ж, ладно. Извините, я просто не ваш себя чувствую. Все в порядке. Я видел один из ваших домов. Один в лучших домах и садах. Мне понравилось, как вы вольт разместили камин прямо посреди комнаты. Знаете, это тонкая концепция к пещерному человеку в архитектуре. Крыша над головой, отверстие, чтобы выглядывать на улице огонь для уюта. Это был странный дом. Это был личный эксперимент. Нет, лично мне понравилось. В нем чувствуется сила и уверенность. А где вы раздобыли такой старый номер? Бетти сказал мне, что ваш дом был в нем. Вот я и нашла его вчера в библиотеке. Слушайте, это глупо. Вы ведь на самом деле не хотите, чтобы я вернул вас? Вот оно. О, а здесь красиво. Алтар, разумеется, сам выбирал себе местечко. Оно такое голое. Вы должны помнить, что Мексик очень примитивная страна. Это верно. Вот возьмите ткань и шагайте к той точке. Вон прямо за тем валуном. Хорошо. Осторожно с кустами. Хорошо. И это будет так далеко? Конечно будет. Хорошо. Как вы собираетесь это делать? Что именно делать? Если вы поставите дом здесь, невозможно искать вниз прямо на улицу. Придется привязать его к облачку. Оставайтесь там и держитесь покрепче, а я пойду на другую сторону. Есть, сэр. Я люблю запах земли, я тоже. Вот и готово. О, хотите сказать это все? Только начало. И как он будет выглядеть? Думаю, я уже знаю. Вы оказались очень полезны. Спасибо. Спасибо вам. Может лучше вызовите меня здесь? Я отвезу вас до самой двери. Нет, пожалуйста. Здесь в самый раз. Может, ты и правы. Здесь нормально? Да, спасибо. Я рад, что поехал с вами. Как и я. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Роджер Алтару, 1200, Рос Моравиню, Лос-Анджелес. Кто вы? Я собираюсь задать вам тот же вопрос. Я Ларри Коу. Ах, конечно, проходить. Спасибо. Значит, вы и есть архитектор? Это я и есть. Я Марсия. Здравствуйте, Марсия. Ну? Давайте послушаем немного о ваших планах. А где алтар? День, он работает. Хотите выпить? Нет, спасибо. Рановато сейчас для этого. Вы не против, если я себе налью? Нет, пожалуйста. Над чем он работает? Над падением камня. Как вам название? А вы женаты или как? Да, я женат или как? Благозначительно. Вы много теряете, архитектор? Может быть, мы оба теряем. Может, вам лучше сказать алтару, что я здесь? Зачем? Чтобы он открутил мне голову? Я похож на умалишенную. Мне показалось, я услышал вас. Давно здесь? Я только что сюда пришел. А ты все еще здесь? Я думал, ты уже давно уехала. Нет же. Как я могу уехать? Я ведь твое вдохновение. Конечно. Ненавижу разочаровывать тебя. Тебе нужно все вдохновение, какое можно получить. Уж поверь мне. Лети в воздушный змей. Сумеешь, милая? Вы уже позавтракали и пообедали. И пообедали. А сколько времени? Уже четвертый час. Неудивительно, что я так голоден. Я до четырех ночи был на ногах. Не умею делать это правильно. Только не делал бы. Послушка, Марси, как там дальше тебя зовут? Не повреди твоей карьере, если ты почистишь эту хатку. Мой талант не распространяется в этом направлении. Ты не обязан иметь никакой талант. У тебя вообще нет никакого таланта. У меня-то нет. Вот видите, ему повезло с пары книг, и он вдруг почувствовал себя важным американским писателем. Я и есть важный американский писатель. Критики отметили, что он пишет с невесомой легкостью. А до него так не дошло, что именно они имели в виду. Критики, я их ем как кусочки сыра, чем они и являются. Он умирает, потому что они задали трепку его книгам. Это убивает его. Да-да, я плакал всю дорогу до банка. Хорошо? Ну ладно, теперь свалю куда-нибудь и практикуйся в лотерее. Мы выдули весь голландский джин. А я могу это понять. Надо бы избавиться от этой несчастной пинчушки. Я бы хотел пройти с вами по тем эскизам. Много смеется точно ребенок. А вы присядете, поешьте что-нибудь. Нет, спасибо. Давайте приступим к работе. Я провел искусств встреч с некоторыми из строителей. У нас возникли проблемы с чтением эскизов? Нет, я бы считал их нормально. Хорошо. Но это совершенно иное, чем так далее, что я видел в журнале. Не так ли? Вы же не ждали точно такой же дом. Я сам из-за чего ожидал. Вы архитектор и напоминаете об этом слишком часто? Что-то с вами вдруг случилось? Ничего. Нет, что-то вас гложет. Что же именно, Родж? Я показал вашу эскизу кое-кому из друзей. Они сказали, что я, наверное, чокнутый раз собираюсь жить в таком доме. А кому жить в нем? Вам или вашим друзьям? Это не важно. Совсем не важно. Никто не живет в вакууме. Я не хочу, чтобы люди тыкали в этот причудливый дом. Ах, вот где живет тот, кто-то лучший списатель. Чего же вы хотите? Такой же дом, как у всех? Дом в журнале был совсем не такой, как у всех. Я проектировал тот дом для адвокатов Фресла и его детей. Этот дом для вас, конечно. И может мне стоит избавиться от него? Что, если моя следующая книга провалится? А книга следующая после этой? Что мне тогда делать? Звязать следующую 36-летнюю писатель с усиками, чтобы сплавить ему дом? Что вы от меня хотите? Что у вас всегда будет успех? А что меняет? Вы проектируете дом? Строите, получаете 10%? С книгой все иначе. Я получаю читатель, я получаю отзыв. Родж, мне позвать обратно вашу подругу? Можешь погонять по дому ее, потому что я слишком занят, чтобы изображать в себе козла отпущения. О чем это вы? Я обсуждаю свой дом. Ваш дом алтар. Как забудьте. Хорошо, я допустил ошибку. Когда я встретился с вами, я сказал жене, вот парень, который готов попробовать нечто иное. Черт, я был неправ. Вы хотите играть не рискуя? Это неправда. Чего вы боитесь, что какому-то критику не понравится ваш дом? Отнимите ничего общего с фальшивыми критиками. Вы знаете, Родж, мы оба начинаем с того и того же. С чистого листа бумаги. Но каждый раз, когда я пытаюсь сыграть, не рискую, я завершаю работу опустошенных. Так что теперь я просто сел за свой чертежный стол и сделал то, что хотел сделать. Я надеюсь, что он нравится мне, понравится кому-то еще. Может быть, это не такой уж великий дом, я не знаю. Может, кто-то посчитает его причудливым. Но мы не можем пытаться угодить им всем. Пытайтесь сказать, что мне делать. Нет, Родж, я не знаю, что вам делать. Я прочитал обе ваши книги. У меня они показались очень хорошими, но... Черт, хотел бы я посмотреть, чтобы получилось, что вырваться. Сами его по-настоящему вырваться. А вы не думаете, что я хочу того же? Так сделайте это. Общите фильм, который нравится вам. И в черт всех критиков. Вы не знаете. Родж, я знаю одно. Вы должны прояснить, что важно вам самому. Конечно, мне, естественно, важен этот дом. Я надеюсь, что вам понравится, но... Если он вам не нравится, мы пожмем друг другу руки и... Выспрощаемся. Это так просто. Знаете что? Я думаю, что это великий дом. А вы уверены, что не я внушил вам это? Да, я думаю, внушили. Спасибо. Тут есть несколько усовершенствований, которые я хотел бы внести. Но вы же знаете, что это причинливый дом. А у вас причинливый характер. Послушайте, давай сначала возьмемся вот за эту комнатку. Эй, Мэгги! Как вы меня назвали? Мэгги, с этим что-то не так? Нет, ничего. Как дела? Прекрасно. Я чувствую себя так, словно владею южной Калифорнии. Алтартович дал мне добро на дом. Конечно, он еще не в курсе, что дом скатится на улицу. Это замечательно. Поздравляю. Я не добился бы этого, если бы вы надержали ту ленку. Я должен вам процент. Как насчет стаканчик с мороженым или колы? Спасибо, но я правда не могу. Уже опаздываю. Я в долгу перед вами. Это будет очень вдохновенный дом. Спасибо, Мэгги. Я увижу еще вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ ПОДПИШИСЬ КОНЕЦ КОНЕЦ МАРГРАТ КОНЕЦ МАРГРАТ 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 ты дома да я буду через минуту где почта думаю я оставил в холе на столе кен привет только что пришла нет так одета где патрик быть оставил у себя на ночь я подумала мы можем побыть наедине мне нужно помочь сменить рубашку телефон маргарет телефон оставь его это может быть важно не отвечай что с тобой сегодня пожалуйста хорошо а телефон все еще звенит на улице становится темно скажи что любишь меня ты же знаешь я люблю тебя маргарет тебе не кажется я красивая конечно тогда почему не ты думаешь обо мне когда работаешь кэн да и что ты думаешь не знаю просто мы тебе думаешь как заниматься на любови уже перестань так говорить тогда что что обо мне думаешь маргарет это глупо ты признаешь как я к тебе отношусь скажи что хочешь меня ты знаешь что хочу тогда скажи поговори со мной к скажи мне милая неужели ты не хочешь держать меня обними маргарет мы не можем просто почему не может пожалуйста маргарет я сожалею что тороплю события но мне еще предстоит два часа работающих дань изменения я тебе скажу что делать просто дай нам макет территории и схематическое изображение одного из фабричных зданий а после этого мартинс может доделать все остальное почему ты не поручил ему всю работу там же твой конек ты выиграл приз работая почти над тем же сам мы снова возвращаемся к этому я просто проснулся свое мнение мне не одно я это сделал я не хочу продолжать делать одни и те же коммерческие проекты я думаю одно только местоположение может тебя заинтересовать я работаю домой и мне нравится это я не могу перескочить на гавайи нет необходимости не так ли мистер бакстер разница график предлагаем территории конечно есть у них даже очень хорошие я прочитаю про чувство местных вы знаете это на самом деле место в данном случае не проблема у нас хороший ровно участок земли спокойно очень мистер бакстер доброго вечера что скажешь лари мы полагаем работа будет стоить 3000 долларов я думаю что она обойдется дороже а это лари значит что он берется за работу это значит что я буду работать на двух работах одновременно и буду стараться на обеих в полную силу это дороже 3000 долларов спасибо за спокойно вам ночи сколько ты хочешь думаю такая работа стоит тысяч пять не слишком загибаешь дорогой я думаю сможем пойти на 4 что скажешь лари дай мне надо этим подумать стенд а что тут думать или два взрослых мужика собираются торговаться как рыбацкие жёнушки ты мне нравишься его четыре с половиной лари лучшее предложение рукам ладно рукам большое спасибо за ужин не было удовольствия я позвоню в понедельник фотографии не пришлешь как только я смогу перешлю тебе пока почему я позволяю заманить себя в ловушку вполне неважно ловушку значит ловушку а что потом произошло этим вечером ты же знаешь я не хотел этой работы ничего подобного я не знала потом я ушел из бакстер и бакстер я начинаю чувствовать себя машиной откалывающей пластмассовой шуточки и так я снова позволяю втянуть себя в работу которая не удушевляет меня здесь нет совсем никакой вызов с этим я тебя не составляла ты права слава я уже большой мальчик я мог бы сказать нет сладкая сладкое какое-то представление что я действительно пытаюсь сделать очевидно что нет я всего лишь настойчивым хозяйка ты думаешь меня так радует что я выбрал приз еще в 1952 году восемь лет назад и что паршивый приз был выше точки моей карьеры ты следишь с этого нет а говоришь так вон следишь нет просто я больше не чудо мальчик сейчас уже шестьдесятый год лари ради чего святого время не стоит на месте ты либо меняешься либо умираешь не хочешь ли ты мне сказать что эта работа тебя убьет я знаю как я ужасно навязчивый глупан я правду не понимаю хотя бы раз попытаюсь понять я не хотел брать за эту работу потому что хотел сыра . алтар а вот что хочу я именно вот то что волнует меня у меня есть нечто о чем я хочу заявить будучи архитектором если я не зверю это из себя то просто взорвусь ты же знаешь что я пытаюсь сказать ты понимаешь я понимаю лари но что будет после дома автора я думаю что мы должны быть благодарны мистер бакстер бог знает как мы сможем использовать дополнительные финансы линда мы дома привет привет его привет не все в порядке не просыпались даже не пикнуть за всю ночь но выиграют я не знаю кто играет сейчас еще один с вечера хочет я поняла питера прежде чем уйду я сам это сделал линда спокойно человек пока ночь к нему было только на моем замешательство бабочка почему ты не спишь уже пора идти в школу нет мы с вами только что вернулись домой засыпай снова папа сегодня питер бегу по своим проигрывателем он сломал игру и сарапал пластинку когда я пытался его ставить он разозлился бросил один из своих кубиков меня едва не разбил окно когда я сказал линди она ответил что это просто случайность это была совсем не случайность папочка мы должны будем поговорить с ним об этом мы должны его выбрать все думаю что нибудь утром хорошо хорошо теперь спи 9 до папочка а кроме этого себя на автобусную остановку хорошо папочка у тебя много карандаши для письма у тебя лучше будет из этого исходить подожди его здесь и пойдете вместе вот он торопись патрик давай же вот так спасибо я снова собираюсь на струк площадку поедите со мной спасибо нет едем со мной нет мэгги я снова хочу видеть с тобой зачем вы даже не знаете меня я хочу узнать тебя когда ты сможешь уйти нет я не могу и не смогу когда не спрашивать я не хочу когда завтра вечером нет четверг пожалуйста не думаю что восемь часов а где люди на нас смотрят пожалуйста быстрее если спички на пляже быть в малибу называть и батрос я найду его уверен что хочет меня видеть да а вы нет я совсем не уверена или восемь часов ты крепко спит хорошо вас как намерно вернуться в один пол 12 вообще-то не знаю как ты знаешь каким станут женщин когда это вместе знаю если против я не пойду нет иди не будь глупышкой я не должна идти к н может сходить куда-нибудь вместе у нас слишком много документов чтобы ходить сегодня вечером уже иди и хорошенько проведи время предположим что я собираюсь встретиться с другим мужчиной конечно конечно застать тебя ревновать конечно достать не ревновать это не думаешь что так возможно то есть думаешь ведь ну что я способна моя жена маргарит такое случается знаешь ли не с таким как ты я ничего не отличается других к у меня те же чувства те же страсти не медленно припять и не говори так страсть совсем не ругательное слово к маргарит пожалуйста ты знаешь я не люблю когда ты так разговариваешь ну давай ты пойдешь и хорошенько придешь время хорошо если не проснусь когда придешь домой то увидимся утром отель кафе привет привет я должен ты не придешь я сказал что приду что вы сейчас присядем все разумеется позади что это проблема нет давайте не будем об этом прошу хочу пить пожалуй хорошо акцент что-то пьешь все мне без разницы что 5 мартини замечательно в этом два марта пожалуйста даст здесь людно мы довольно так вот он не думаю что нужно беспокоиться волна чудесно не правда они прекрасны я нашел строитель для дома алтар его зовут и лобби я думаю хорошо справиться с работой приступаем на следующей неделе я чувствую себя очень виноват и а вы да я тоже и он хотите уйти нет хорошо я уж и шашковый металл пройти через этот рутинный поворот спасибо просите все в порядке он тоже нервничает любишь лифте а вы нет я их обожаю почему называть меня мэгги а больше никто так не делает только вы это хорошо я буду в целом мире называть тебя мэгги забавно что вы стали обращаться ко мне так я думаю потому что мэгги такое уродливое имя ты делаешь его прекрасным отец часто называл меня мэгги ваше любимое имя очень глупо смеешься нет нет не понравилось нужно чаще так смеяться я хочу смеяться правда хочу очень сексуальный смех лари чего просто захотелось произнести свое имя за что будем пить за все например за жизнь за дела за то чтобы быть тем кем нам хочется быть все это важная вещь разве этого не все хотят а чего хочешь ты я хочу заниматься с тобой любовью знаешь что я чувствую эту минуту я я здесь я просто не могу ну и и и и КОНЕЦ Мэгги Не надо Пожалуйста, не надо Не начинай этого Если начнешь, то Прошу, не надо Не целуй меня Пожалуйста, не целуй меня Если ты поцелуешь меня, то я Я О, да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мам 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 Можно мне еще молока, пожалуйста Хорошо Отель-ресторан-альбатрос КОНЕЦ 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 Я оставлю вас здесь, возле телефона Роджер Алтар Братс Хауэр 2799 Доброго вечера, дорогая Доброго, дорогой КОНЕЦ 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 Я потеряю последнюю рубашку на этой работенке Я полагаю, что уложусь в месяц на 5000 долларов Не надо мне плакаться Я никогда не плачусь, ради что в церкви Вот увидите, что будет, когда я начну затягивать пояса Не надо затягивать пояса ради меня Помни, ты, трубач, ты играешь мелодию так, как я ее написал Послушайте, без меня ваша мелодия вообще бы не заиграла Я очень важный парень Хорошо я отвечу к алло нет прям сейчас я не могу может через пару часов пока тут был маргарет быть андерс и а а а а а а а убивал кого-нибудь я не знаю трудно сказать когда стреляют разом все я знаю он был в он тоже был в пехоте мне очень нравится армии кроме различных людей которых я там встречал в моей группе один мужик он работал фокусом на гражданке держал все свои как-то познаком с евой на танцах он держался свои трюки в походном сундуке а даже прибыл командиры самое главное штаба танца на хорошо танцует да она хорош танцовщица я не ловишь танцевать надо с ней познакомились тогда еще служил приехал домой в отпуск нас раз тебе понравилось да сразу ты же знаешь люди не рождаются браке они знакомься встречается притирают обручаются это же естественно развить как у вас с кэном почему вообще говорим об этом ее кирпу дышать так брось маги у тебя бесполезно говорить о ней нет я не понимаю зачем продолжать она очень яркая женщина лари да она такая ты думаешь она красивая какой будешь ли она чем я давай спрашивай я бы никогда этого не спросила почему нет во всем остальном полагаю я боюсь ответа мэгги никогда ничего не должна бояться никогда поцелуй меня поцелуй меня поцелуй поцелуй что вы двое делаете придумаете новый способ выдать меня привет дафна лари коу как вы мистер делаби привет хотите номер сладкий все хотят мой номер да я знаю во это точно будет очень захватывающим да и вращать мне внимание потрясающе играть шашки и ножки сводит с ума а вон та небольшая группа скачущих бобров во сколько она мне обходится недорого мистер антон недорого выглядит как большая тюрьма простите у меня еще есть кое-какая работа что-то менять вы ведь царь мидос не так конечно я не сочет себя вашим шефом одно легко берут деньги издателя а другой на их вам как продвигается книга осталась последние недели работы хорошо хорошо разрешил мне прочитать все лучшие куски замечательно это совсем как поэзия ничего если прямо сейчас пойду посмотрю на ваш дом конечно конечно малышка можешь смотреть мой дом ваш дом слушай лари что там с обходом в столовую это не может подождать до завтра на не кидах я не ждал вас сегодня а сейчас я опаздываю хорошо кто нам блондинка брюнетка ни то ни другое лысый 50 лет очередной потенциальный шеф в чем дело вам больше не нравится дом конечно нравится что это за глупости трудно быть восторгом самому по себе я сужил рот слушать может останьтесь до завтра мы пройдем через все это шаг за шагом и обработать все шероховатости хорошо никаких сверх расходов никаких больше расходов увидимся завтра вам они понравятся дорогой дерево если я подумал что они навешиваются там не снаружи так они будут выступать из дома как-то так тебя не вызывать минус люди которые рисуют на скатерть так да и во всяком случае ты сможешь как ты бреешь это что бреет вот это очень просто видишь ли у меня есть крошечная бритва с цилиндрическими постями я посаду и вот так и брить очень-очень быстро ах ты я должна позвать кэну я обещала я же берусь хорошо куда выходили вчера вечером мы отправились в новое местечко я не знаю это одна из тех кофеен я хочу что нибудь шоу от вали послушай маргарет леди со мной вам лучше уйти вы не может мистер почему вам не убраться тут собой такое хорошо хорошо вот и все ладно все кончено в порядке миги да я в порядке лучше уйдем отсюда чего он хотел твой имя он и не знал конечно он назвал тебя маргарет я слышал ты должна быть ошибся лари я никогда раньше его не видела тогда откуда он знает твой имя и что это было про все кончено лари прекрати прошу мэгги 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 что это правда настолько ужасно еще и он не веришь на хочет услышать да я хочу услышать ну хорошо это было прошлым летом в июле кен был далеко в командировке а патрик остался моей матери я была одна забудь об этом мэгги я не не имею право знать ты должен знать разве нет было очень жарко в тот день я сидел перед домом мимо проехал грузовик водитель махнули рукой и улыбнулся мне а я улыбнулся в ответ это и был водитель да это и был водитель он вернулся следующим вечером я гладил когда он позвонил в дверь и попросил стакан воды сказал что его мучает жажда я не видел в этом никакого вреда он вошел и остался какое-то время я была так благодарна возможно поговорить с кем-то вот мы и поговорили он сказал что будет грузовик своего отца у них бизнес почистить ковров или что-то в этом роде и что же случилось он поцеловал меня мы стояли в двери и желают друг другу спокойной ночи неожиданно он схватил меня он весь дрожал точно ребенок почему мы поднимаем из-за этого такой шум был еще кое-что лари я готовил скосну когда он ушел была уже в постель когда звонил телефон это снова был он он сказал что едет я сказал ему что он сумасшедший что я уже легла спать что вызвал полицию но он сказал что едет почему что не вызвал полицию у меня был маленький сын вместо этого я заперла все двери потом приняла снотворные и снотворные я хотел спать я хотел спрятаться и продолжай я уже засыпал когда услышал как подъехал его машина он позвонил в переднюю дверь но я не стал отвечать таблетку начинали действовать я смогла подняться с постели даже захотела потом пытается достучаться кухонную дверь и тут я поняла что эта дверь открыта ты сказал что все заперла я запирал но он все же оказался в доме он звал с кухни маргарет я лежал на половину дурманина не в состоянии двинуться потом я услышал его шаги в моей комнате и не могла шевельнуться я пытался бороться с ним лари я пыталась ты можешь понять нет не могу зачем сходила снотворное я хотел спать я хотел спрятаться зачем ты оставил дверь открытой я думал что она заперта то верили бы заперта либо нет ты хотел чтобы он вошел в дом ты не хотел ни спрятаться ни спать ты хотел чтобы он тебя нашел ты принял от тебя таблетки чтобы сделать все легким для самой себя а ты хотел того что произошло ладно лари я хотела его именно это ты хочешь услышать ведь так я хотел его ты и а а и Ларри, не мог бы ты выйти и разобраться с этим? Пит залил клеем всю модель Дэвида, и теперь Дэвид кричит благим матом. А я ничего не могу с этим сделать. Ладно, сейчас же приду. Пап, я убью его. Он измазал всю мою модель, а я трудился на ней три дня. Не волнуйся, я почищаю ее для тебя, но он постоянно такое утворяет. Питер ведь младше тебя, знаю, но у него есть собственные игрушки. И он позволяет тебе брать их, разве нет? Да. Ты должен научиться делиться с ним тоже. Ну хорошо. Эй, Ларри, попросите Еву позвонить. Конечно. Давайте, детки. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А я же наутро не увидела мисс Голд на автобусной остановке И просила меня разузнать, с ней ничего не случилось? Я мать Маргарет, здравствуйте Уходите, мистер Коу, спасибо Маргарет стыдла вчера с высокой температурой, я приехал из долины, чтобы помочь Мне жаль это слышать Говорите, вы соседи, да? Да, мы живем ниже по улице Патрик ходит в школу с моим сыном, как мило И сегодня у вас выходной, мистер Коу? Нет, я архитектор Я работаю на дому в основном Очень удобно Кто там, мама? Это мистер Коу, дорогая Почему вам не зайти? Я только что приготовила кофе, не хотите чашечку? Спасибо, было бы очень здорово Мэгги Извини Ларри, ты должен был знать, ты должен был понять, что... Я ничего не должен знать Я люблю тебя Я люблю тебя Я хочу целовать тебя Ты поцепишь от меня, зараза Мне наплевать Когда я снова вижу тебя Ты мне позвонишь, когда с тобой будет все в порядке Мне уже замечательно Мне замечательно сейчас Я не знала, с чем он пьет кофе, мистер Коу, поэтому принесла все С чем он пьет, Маргарет? Просто... Просто сливки Так это случилось и с тобой? Да, мама Это случилось и со мной Чарли, ты же знаешь, как читать чертежи У нас совсем не так, как мы ее проктировали Знаем, мистер Коу, но я уже на половине закончил Ничего не могу помочь, разбирай Есть кто-нибудь дома? Сделал ее правильно Привет, сладкая Ладно, парень, так дужать Что-нибудь не так? Я просто пошла убить своего мужа и его здания Отлично, как оно тебе? Думаю, оно просто замечательно, дорогой А это что? Это кабинет алтера Раз, ты не помнишь? Нет, списки застались на первом этаже Думаю, там гораздо интереснее Это... Это изумительно, что завидит? Как вы забираетесь туда? По этой стремянке Степень на этой стороне ведут кабинет, а на той прямиком в спальню Вся эта часть будет прикрыта цветным стеклом Вот самая захватывающая часть, не так ли? Когда дом начинает обретать форму Ты сам доволен? Да, я думаю, он будет очень хорош Дай мне показать тебе остальное Нет, дорогой, сейчас не могу У меня слишком много дел У нас будет вечеринка Вечеринка в каком поводу? Без всякого повода Я просто подумал об этом утром После твоего ухода Ну, не знаю, ты работал всю неделю А сегодня пятница и вечером Я просто подумал, что нам стоит немного развлечься Я подумал, что ты сам захочешь развлечься Вот я устраиваю вечеринку Ты ведь не против? Нет, это хорошая идея Немного неожиданная Вот и хорошо Я просила Феликс оставить нам немного стейков Уже начала приглашать людей Я так рад, что ты не возражаешь Ну, а теперь мне пора Нужно позвонить еще некоторым людям Подыскать, что бы какие вещи Это прекрасно, здание, дорогой До свидания, увидимся До свидания, дорогая Не опаздывай сегодня Не буду Алло Это Маргарет Голд? Да, это Маргарет Голд Пожалуйста, с кем я говорю? Это Ева Коу Алло Маргарет? Вы там? Да Да, я здесь миссис Коу С вами все в порядке? Что-то случилось? Нет, нет, я в порядке Бетти Андерс говорит о вас так часто А я как раз хотела позвонить вам И уже очень давно А теперь я наконец нашла время И мне было бы интересно Не хотите ли вы с мужем Зайти к нам сегодня вечером? Мы пригласили немного друзей Уверен, вы уже наверняка знакомы С некоторыми из них А мы хотели бы видеть вас у себя Это очень мило с вашей стороны Не знаю, сможем ли мы найти няню У меня их целый список, если хотите Ну, мой муж очень щепетильный В отношении нянек И я могу понять его Ну, а если вы разыщите няню Вы придете? Я спрошу его Возможно, у него другие планы Попытайтесь все же Если у вас получится Мы будем ждать вас около 8 вечера Хорошо? Замечательно До свидания, Маргарет До свидания Доброй ночи, мистер Бакстер Доброй ночи, Дэвид Спи спокойно Спокойной ночи, папочка Спокойной ночи, Дэвид Выпьем, Стэн? Выгляжешь немного усталым Как и должен быть Я мотаюсь на Гавайи уже в течение двух месяцев Ах, да Они выглядят превосходно Ларри, Тичер, ты же что-то сделал для нас Отличная работа Я рад, что вы остались довольны Как выясняется, это было только начало Вот как Нечто новое встретилось на нашем путеваре Я думаю, это вынуждает нас полагаться на ту работу, которую делаешь ты И что же это? Простой город Что? Там будет город Город на Гавайях Мы выделяем под город 4000 акров джунглей А это любопытно Дома, дороги, промышленные парки Те же работы Что были проделаны с Эртом в Южной Америке в ограниченном масштабе Как звучит? Звучит как мечта архитектора И вы отправляете Мартина на это? Он не справится с этим Мы хотим, чтобы ты возглавил весь проект для нас Я? Ну? Не знаю, что ей сказать Я поражен Все очень просто Скажи, что сделаешь это Мы полагаем, что это займет около пяти лет интенсивного планирования Но, Ларри, это войдет в архитектурные учебники Не могу выразить, как мы благодарны тебе Мой брат говорит, что в твоих набросках было больше воображения Чем во всем, что когда-либо делали Бао Хаус Он не предстоит разбросаться комплиментами в твой адрес Пять лет и все это время вдали Вдали от чего? Еву и дети будут с тобой рядом И черт возьми, твоим детям очень понравится Гавайи А для меня будет просто великолепно иметь тебя там Ты же знаешь, как мы любим Еву Сделать мне должение, хорошо? Не говорите пока об этом Еве Я лучше сам ей все расскажу Конечно, Ларри, я тебя понимаю Когда ты собираешься выставить все эти стейки? Когда угодно, хоть сейчас Нет, пока нет, нет, пока не сберутся все Надеюсь, стейки и правда хороши, Феликс Я сам отрезал их от корова Я открою Насколько я понимаю, Рэмси должен будет рассказать одну из своих шуток Сразу же после следующей порции мартини, как ты думаешь? Дорогой, ты ведь уже знаком с Маргарет Как поживаете? Да, рад вас видеть Вы еще не встречались с моим мужем Кэном Рад познакомиться Дорогой, не принесешь ему обоим выпить? Я пока уберу ваше пальто Замечательно, спасибо Я думаю, вы со всеми здесь знакомы Привет, нет ли нас мятного ликера? Думаю, он где-то рядом Как там все проходит? Почему бы тебе с мамой не взглянуть? Так и сделала После этого захода пусть каждый обслуживает себя сам Налегай нас немного полегче Сумеешь? Это первый глоток за сегодня Я хочу, чтобы ты оставался трезвым Я отрезал в одном глазу Вот таким оставайся Как ты? А ты догадайся Если хотите газон, как поле для гольфа Над этим нужно поработать Знаете, что я ненавижу? Траву-росичку Ненавижу ее Я нашла мятный ликер Я не была уверена, осталась у нас в запасе О чем мы девочке поговорим? Девочки просто болтают Присядь Мне нравятся симпатичные люди Мужчины и женщины Но все девушки вокруг похожи друг на друга Они носит видовые юбки Кардигановые свитера и жемчуг Это скучно А эта Соренка, персонаж, что живет по соседству Думаю, она должна носить пояс до самой шеи Я не могу отключить их друг от друга Как из сельдерей от моркови Я хочу делать людей счастливыми Феликс, что мне сделать для тебя? Ничего, большое спасибо Сюрприз? Ты счастлив? Да, спасибо Итак, после еще утра хозяин цирков подходит к лошади И говорит, что это я слышал насчет тебя и этой зебры Лошадь смотрит на него, она удивлена и говорит Зебра? А я решил, что это была пижама Мне не показался это забавным и в первый раз Подожди минуту, у меня есть еще Сколько это вашему сыну? Он нравится к вашему сыну Ах, да, верно Разве не милый картин, Маргарет? Ларри делал дом для художников около 8 лет назад, кажется Простите, мисс Гол, потанцуем Ларри, скажи мне, в чем уже твой секрет? На вашем газоне нет росички Знаешь, я испробовал уже 6 различных советов против росички И ни один из них не заработал Я даже испробовал ту новую штуку, которая на 90% состоит из Клордана Кому интересна эта росичка? Меня не казалось, что даже эта росичка поживет всю твою лужайку Или хоть все это сообщество Но факт в том, прошу прощения, если я Весь этот дом может внезапно обрушиться вокруг наших ушей Но единственное, о чем ты хочешь, поговорить, это росичка Что вам нужно? Так это еще выпить Дайте мне свой стакан Я наливаю, и мы произнесем тост во слово всех сорняков мира, хорошо? Конечно, Ларри Спросил этого мужика, завел его в комнату и задал ему упор, какую он уже никогда не забудет Мой муж не потерпит такого рода выражений Тем более, нет 6-летнего Трудно понять, что ты с ними делал Мужчина немного работает в течение своего дня Он приходит домой и стал злой Ему еще полагать, что быть хорошим отцом И хорошим мужем Да, но это куда легче Маргарет понимает, когда мужчина не в настроении Дети же нет А вы капризон человек Кэн? Он без перебора, думаю, я хороший муж По крайней мере, упреков я не слышу уже давно Субтитры сделал DimaTorzok Привет, барон просил меня передать это леди Вместе с его комплиментами Вот этот Спасибо Зачем ты пришла, Мэгги? Мне пришлось Ты злишься? Имел бы значение, если бы злился Да Но я бы пришла в любом случае Так вот где ты работаешь Да, вот где я скучаю по тебе больше всего Ларри, пожалуйста Мэгги Мэгги, я хочу рассказать тебе Что? Ты когда-нибудь не строил город? Нет Я тоже не строил А ведь это печально Я никогда не строил город А ты когда-нибудь бывал на Гавайях? Тебе бы больше не пить, Ларри Да, то же самое сказала и Ева Это замечательно, ты не находишь? Она прекрасна, Ларри Она мне нравится Мэгги Мэгги Я хочу обнять тебя, Ларри Не надо, пожалуйста Я хочу сказать Ах, вы здесь, Маргарет Кен ищет вас Он хочет домой Спасибо большое, Феликс Спокойной ночи, Ларри Тут была прекрасная вечеринка Спокойной ночи Спокойной ночи, Феликс Спокойной ночи, Маргарет Красотка Да, она настоящая красотка Я всегда завидую тебе Ты знал, Ларри? Я имею в виду тому, что ты работаешь на дому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет 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 Кто ты? А где мама? Она снаружи Хочешь я позову ее для тебя? Нет, все в порядке Ты еще не назвал мне свое имя? Питер Коу, а какое ваше? Мэгги Ты красивая Скоро увидимся, Ларри? Да Звони, забегай Так и будет, я позвоню завтра Хорошая сторона быть хозяином в том, что в конце вечера ты не должен быть куда ехать Всего есть свои преимущества, Ларри? Спокойной ночи Я правда замечательно провела время Ларри, это была отличная вечеринка, спасибо большое Спокойной ночи, Марго, спокойной ночи Рады, что вы пришли Ева, спасибо Я, конечно, еще загляну, дорогой До свидания То же самое и с работой на дому, Ларри Такой, как у тебя У тебя уходит три минуты ходьбы От обедения стола до кабинета Вот это жизнь И, конечно, ты имеешь возможность утезреть процессию Что сейчас за процесс, Феликс? Великое американское марширующее общество Клуб зудящих ног Топ-топ-топ И ты, конечно, сам знаешь, кто стоит во главе всей процессии Кто? Женщина? Ты ведь больше не думаешь о женщинах, Феликс Я люблю их Всех до последней Но им все равно Они хотят романтики Но нет ничего романтического хлюпика, которого они видят, вбреющемся в его пижаме Ты и я, Ларри, в наших собственных домах Вот если мы пойдем к соседям Ага, вот к соседям и герои Такие парни, как ты, работаешь на дому Получают много возможностей зайти к соседям Конечно, я захожу к соседям постоянно Такая милая леди, лет шестидесяти Давай выпьем кофе, Феликс Ларри, ты же знаешь, что я имею в виду Романтика Искатель романтики Они повсюду и готовы влюбиться по мгновению ока В любом месте, где найдешь домохозяйку, найдешь себе и потенциальную любовницу Тебе так откуда знать, Феликс Ты из тех парней, кто не терпит даже грязных шуток Я реалист Общество говорит, Феликс, ты однолюб Я говорю, да, конечно, я такой Ты хочешь сказать кое-что, Ларри? Я лжец Такой же, как и ты Такой же, как и все Что ты хочешь сказать? Ничего Я всего лишь наблюдатель за человеческой сценой В таком парне, как ты, блондинки должны истекаться со всей округи Конечно, я отбиваю их битой Не надо биты Просто бедись, что они не забудут какую-нибудь заколку с белыми волосами в твоей машине У Евы черный волос, ты помнишь? И проверяй пепельницу Никаких помадных следов, не совпадающих с следами Евы Или конкретно, твоя блондинка совсем не курит? Ты пристал мне к тому человеку, Феликс Я счастлив и женат, и у меня двое детей Конечно, конечно Мы все счастливы женаты с двумя детьми Но при чем здесь твоя блондинка? Она тоже состоит в числовом браке, но, возможно, только с одним ребенком? Люблю их всех А что ты делаешь, Феликс? Я? Я респектабельный экс-мясник, и моя совесть чиста Как и моя? Спокойной ночи, Феликс Возмущенная ненависть Это всегда хорошая уловка Ларри Но любители обычно переигрывают Профи Ларри — это парень, который устанавливает определенные модели поведения дома И никогда не отклоняется от нее Никогда Никаких тайных перегляданных украдкой на той же вечеринке, где присутствует твоя жена Никаких путешеств на кухне ради быстрого поцелуя Даже дети знают Профи не оставляют ни малейшего шанса улечить Ты улечаешь меня прямо сейчас, Феликс Я обязан вбить тебе назад в пасть Ты? Сомневаюсь в этом Тогда тебе придется сказать Еве, что мы обсуждали твою блондинку, не так ли? А Еву была достаточно близко, чтобы ловить нечто в воздухе Я заметил тот, узнаваемый беспокойный взгляд жены на ее лице, и два-трика зашел Вот почему она устроила всю эту пирушку Ларри Чтобы затянуть ускользающего самца обратно в чувства и в дом Сейчас же прими мой совет и займись с ней и любовью в ту же минуту, как все разъедутся Довольно, Феликс, не волнуйся, Ларри Твой секрет со мной в безопасности Я лишь экс-местник приятель Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю Тебе, твоя блондиночка, не о чем беспокоиться Ты нифрена тебе не соображаешь, что несешь Разве? Спокойной ночи, Ларри Милая вечеринка Субтитры создавал DimaTorzok Ларри? Что не так? Ничего, что значит? Что-то не так, Ларри Ну что именно, я сказал ничего Я не хочу приводить аргументы Как и я Мои предки собираются в полн-стринг, кстати, выходные Думаю, я поеду с ними В смысле, одна? Да, одна Есть кое-что, о чем мне стоит подумать Ты против моего отъезда? Нет, если ты хочешь, делай, что хочешь Ты хочешь, чтобы я поехала одна? Я бы хотел уйти через этот слив Что? Ничего, конечно, здесь сладкое Дэвид Дэвид Привет 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 Это мой младший брат Питер Привет, Питер Привет, Мэгги Привет, Мэгги Я его с вами? Нет, она уехала в Палм-Спрингс Зачем следующему хотите кататься? Вон на том Хорошо, идем Ты тоже туда хочешь Ты взял билет, Пад? Ты велико прекрасно Почему она уехала, Ларри? Что-то стряслось? Нет, нет, она просто хотела отдохнуть парню, только всего Как думаешь, может, она просто оказала любезность? Что ты имеешь в виду? Может, она тебя отпустила на время? Может быть Ты бы этого хотел, не так ли? Держись, Питер Ты мне не ответил, Ларри Что не так? То, чего мы должны были ждать, рано или поздно Фелик знает про нас, Мэгги Ты уверен? Да, я уверен Я уверен Значит, нам придется быть осторожнее Не думаю, что он устроит нам проблемы Мужчина не сплетничает Это бесспорно Кто знает следующий? Я не понимаю, что может произойти Все вокруг нас может рухнуть И причинить боль многим людям Я никому не хочу причинять боль, Ларри Ни тебе, ни себе, никому Конечно, нет Именно поэтому мы и должны понять К чему мы идем Мэгги Мэгги, мы не можем продолжать не остановиться Все должно оставаться так, как есть Не говоря об этом, Ларри Значит, не говоря об этом Мы все равно с вами столкнемся Я хочу оставить все, как есть Без всякого продвижения Кататься так же, как наши дети Круг за кругом, без начала и конца А ты жаждаешь конца? Мэгги, я жажду начала Все уже началось Ларри, все должно остаться точно, как есть Ты не можешь, правда, так думать Я думаю Я чувствую, что говоришь незнакомкой Может, так и есть Может, нам что-то держаться подальше Друг от друга какое-то время Это то, чего ты хочешь? Идем, поездка закончилась Сначала вы говорили 17-го Я отвечал всем в порядке Потом вы продлили до 28-го Теперь вы говорили, что еще позже Будьте же разумны Я нашел людей, работающих по субботам и воскресеньям Я не хочу слышать о ваших строительных проблемах Поверьте, я делаю Вы обещали, что все будет готово, когда книга алтера будет завершена То есть к середине следующего месяца Видите, какого это? Мне нужен сертификат аренды, а не какие-то оправдания Все, что я могу сделать, это попытаться Вам стоит сделать нечто больше, чем пытаться Я даю вам конкретный крайний срок Вы уже знаете его Кто-то вы так вскипели, потому что я темпераментный художник Я пытаюсь сдать вам ваш дом вовремя Пару дней больше, пары меньше вреда не будет Что это? Моя новая утвержденная суперобложка Привлекательная Я уже начинаю потеть Рецензии появятся в ближайшее время Вы написали книгу, как хотели? Им понравится Роджт Да Послушайте, я знаю, что за свои 10% я не купил вашу душу, но С вами все в порядке? Ну, разумеется У меня есть пара вещей на уме Все будет в порядке Ну, где я живу, вы знаете Спасибо Родж, я голодна Да-да, голодна У нее все через рот Вечно голодная Все-таки она милая, точно дитя Она чистая Стирать мои носки, слушать мои пошивые шуточки Может, я должен был на ней жениться? Моя мать была чистой Доброе утро, Ева Привет, Феликс Хороший день Прекрасный Привет, ребятня Привет Люблю их всех, Брюсси Люблю их всех Я должна была дождаться звонка от соседей, чтобы узнать, где ты находишься Но ты сама сказала, чтобы я могла пойти А теперь послушай меня У меня есть более ваши дела, чем гонять с тобой повсюду Ты понимаешь это? Ты понял это, Патрик? Да, мама Алло, Ева Это Стэн Бакстер Здравствуйте, мистер Бакстер Как вы? Хорошо, спасибо Ларри там? Нет, к сожалению, его нет Может, он вам перезвонит? Он должен был позвонить мне вчера У вас есть минутка, Ева? Ну да, да, разумеется Я знаю, Ларри просил меня не обсуждать это с вами Но я должен получить немедленно ответ по поводу той гавайской сделки Что ж, мне жаль, но боюсь, что я... Конечно, это то, что вы должны решить вместе Но я, честно, не понимаю его колебаний Ева Ева Ах, вот ты где А где дети? В гостях Никого навещать? Лоис Линдзи позвала их Стэн Бакстер звонил Чего он хотел? А чего он хотел, Ларри? Я слушаю Почему ты не сказал мне о его предложении? Я хотел сначала все обдумать Один, я думал, что мы женаты Не надо расстраиваться Но почему ты не сказал мне? Почему ты скрыл это от меня? Я ничего не скрывал Я просто хотел все обдумать Как долго? Он сказал, что ты увиливаешься от него уже пять недель Прошу Он решил, что это я виноват Ева, пожалуйста, прекрати кричать Я буду делать, как захочу Если ты можешь скрывать что-то настолько важное от меня Кто видит Бог? Ларри, я даже не знаю Это важно, важно Я хочу, чтобы мои собственные мысли прояснились Прежде чем поговорить с тобой об этом И когда ты начал так поступать Я всегда так поступал Но в самом представлении У тебя сложилось неправильное представление Что мы вместе не говорим, что ты не права На этот раз ты не прав Абсолютно не прав Как ты мог скрыть такую важную вещь, как ты ездил Гавайи на пять лет? Продать дом, забрать детей из школы Я не могу обсуждать это с тобой, если ты не перестанешь кричать Я должен ехать к Калтеру Боворим об этом позже Не смей покинуть этот дом, Ларри Если ты это сделаешь, ты в него уже не вернешься Я ухожу и я вернусь Тогда и обсудим все Родж, Ларри Ах ты старый сукин сын, Ларри, что ты делаешь здесь? Вы читали на рецензии? Они уже вышли? Они вышли, на сто процентов Они вышли Каждый из них Я переломал им хребты Свежой, яркой, проникновенной Про произведение искусства, пишет один мужик Это замечательно, поздравляю Да, я гений Я сидел здесь и говорил самому себе Великолепно Ты сделал это Ты сделал это А что я сделал? Всю свою жизнь Всю жизнь я только ждал того, что я пишу книгу И заботюсь о том, что они скажут Я сделал это Им это понравилось Все эти годы я только этого хотел И вот оказывается, что я хотел вовсе и не этого Забавно, да? Бросьте, Родж Вы написали великую книгу Я написал великолепную книгу И я Я сидел здесь в одиночестве И пил за замечательные отзывы В полном одиночестве Что случилось со мной, Ларри? Ничего с вами не случилось Вы должны быть счастливы Выбросите какая-то из головы Все тот же старый Ларри, который мне так нравится Вот так, выброси из головы Помните, что вы сказали мне, когда я писал эту книгу? Вы сказали, сами решите, что для вас важно И сделать это Помните такое? Да, это было очень давно Да, но это правда А знаете, что для меня важно, Ларри? Что? Ничего Ничего Я взрываюсь от плача, потому что ничего для меня не важно Скажи, Ларри, что важно? Прекратите Родж Парень, как же я тебе завидую Женатый, с семьей Вы знаете, куда идти? Конечно Конечно Конечно, знаю А знаете, что ждет меня, когда я вернусь домой? Зарвется бомба, я не найду место, куда может спрятаться Вы хотите ответов? Дайте ответы мне И перестаньте плачать о том, что получили восторженные отзывы Мне жаль, не сожалейте И не спрашивайте меня, что важно, потому что я не знаю Я такой фальшивый Я с вами ящик полный заготовленных ярлычков Архитектор, муж, отец, человек Я пришиваю их на свою одежду, но костюмы мне никогда не подходят Знаете, я всегда верил в честь, в порядочность А ведь может и они всего лишь ярлычки Что это? Я получил работу, которую хотел И женщину, которую хотел Люди не могут без боли Я вряд ли тот, кто может давать советы То нужно не терять головы Не вы изобрели неверность Вы никогда не влюблялись в Родж По-настоящему Да, я просто хочу слышать ее голос Знаете, самый важный меня в мире сейчас это телефон Телефон Есть один Я не смогу поднять трубку Почему нет? Потому что если я это сделаю, это будет только начало Или конец Я никогда не влюблялся Я бы хотел чувствовать подобное к женщине А если вы такое чувствуете То не отбрасывайте Не так легко такое найти Вот ключ от вашего дома Такое чувство, будто у меня только что появился ребенок Знаете, что я собираюсь сделать? Я выйду сейчас на ту улицу и влюблюсь в первую же встречную девушку Потом я потащу ее в свой новый дом И она приготовит мне яичницу И будет любить меня, если только я никогда больше до конца жизни не напишу еще одну паршивую книгу Да, так и сделайте Ну а мне пора Знаете, это смешно Мы встречаемся как незнакомцы, а потом половину времени такими и остаемся Да, если мы когда-нибудь узнаем, пожалуйста, другого человека, то это чудо Но мне нравится, алтар У меня такое чувство Как будто я вас больше уже никогда не увижу Берегите себя, ладно? Буду Вы тоже Алло Ларри? Это ты? Как ты? Как у тебя дела? Да Я тоже к тебе скучала Хорошо Я не знаю Я просто не знаю, Ларик, мы должны поговорить об этом Но сейчас я не могу, я опаздываю, мне нужно забрать маму Да-да, завтра было бы замечательно, где? Что фронт закончил? Я не могу дождаться, чтобы увидеть его В два часа Тогда и поговорим Ларри Я люблю тебя Бетти? Да Бетти, я собираюсь в Кремс Посмотрю, нельзя ли заточить ножницы Скоро вернусь, хорошо 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 Ларри. Привет, Ева. Дождь начинается. Феликс, Ларри нет дома. О, я... Я и не знал, что он будет здесь. Я все равно хотел поговорить с тобой. Если простишь меня, Феликс, я... Я просто не настроен сейчас на разговоры. Это незаметно много времени, Ева, я... Я просто хотел узнать, что вы сделали с той геранью. С геранью? Что ты имеешь в виду? Перед домом. Ты ведь здесь занимаешься доводством, разве нет? Да. Они вместе прекрасно сочетаются. Мы с Бетти подумываем посадить в тебя такие же. Но хотели бы сначала жнать. У тебя волосы выглядят совсем по-другому, Ева. Ну, я как раз собирался принять душ. Что ж, я не задержу тебя надолго. Почему ты не позволяешь волосам свободно рассыпаться вокруг лица, Ева? У тебя такое прекрасное личико. Спасибо. Феликс, все, что мы делали с этими цветами, нужно просто следовать инструкциям, только всего. Когда вы начали сажать их? Я не знаю. Это весной, кажется. Я не знаю. Почему вы не спросите у Ларри, когда он вернется? Ну, Ларри может и не вернуться, и довольно долго, Ева. Почему бы тебе не распустить ленту, Ева? Послушай, Феликс, у меня нет времени на подобные глупости. Распусти, Ева. Вот. Разве так не лучше? Я думаю, лучше будет включить свет. Зачем? Ну, темнеет. А ведь и правда вечереет. Тебе нравится смотреть на шторм, Ева? Я люблю шторма. Слушай, Феликс, мне еще нужно много переделать. Разве было очень сложно, Ев, развязать ленту? Нет. Не было? Нет. Теперь? Почему бы тебе не... Давай за Еву, я знаю, ты хочешь этого. Убирайся! 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 Эй, Феликс! Ева, 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 в чем дело? Феликс! 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 Скажи мне, архитектор, разве я так сильно отличаюсь от тебя? Феликс! 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 Похоже, это так просто, так просто! Это объяснять так много вещей, как же просто! Не трогай меня! Ева, пожалуйста! Что, Ларри? Я знаю! Знаю! Думаю, я знала все это время! Есть еще одна женщина! Я знала, ты знала! Я хочу, чтобы ты покинул этот дом, Ларри! Я не хочу, чтобы ты был рядом с детьми! Я не хочу видеть тебя! Я хочу забыть, что некогда любила тебя! Или что знала тебя! Я просто хочу, чтобы ты ушел! Ушел туда, куда хочешь пойти! Делай все, что хочешь! Вступай к ней! Иди к черту! Только исчезни с моего поля зрения! Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Ларри? Было ли ты счастлив здесь? Это из-за меня? Потому что если это из-за меня, Ларри, то я хочу знать, в чем была неправа. Я могу измениться. Но просто я не... Я просто не знаю, что еще должна делать. Пожалуйста, не плачь, Ева. Я ничего не могу с тобой поделать. Ларри, я хочу, чтобы у нас все было как прежде. Я не могу понять, что случилось. Я больше не узнаю нас. Где прежние мы? Я не знаю, Ева. Не знаю. Ларри. Ларри, пожалуйста, помоги мне. Ты же видишь, я... Я не уверен, что смогу жить без тебя. Пожалуйста, Ларри. Не бросай меня. Редактор субтитров, который я убежал. Ларри... Я благородный дождь. Нейезнегрид... Кто, кого я люблю? Кто, кто примёт тебя? Ну, tooling я... Комиссия иicles... Помиссия и рек BILL Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я заглядывала в окна, это прекрасно Это было так давно Знаешь, как давно? Да Мэгги Я уезжаю Куда? На Гавайи Я люблю строить город Вы едете все вместе? Ну конечно Именно так все и должно быть Нужно так многое сказать И вместе с тем ничего У тебя есть ключи от этого дома? Да, думаю где-то здесь остался один Я оставил здесь ключ с Гелаби Где же он? Это завораживающий дом Только что я хотел бы изменить Бедный мистер Алтер Он ведь не знает, что на самом деле это наш дом Знаешь, что я бы сделал? Живем и здесь Нет Что бы ты сделал? Я бы вырвал ров вокруг этого местечка Чтоб весь мир держать подальше Ни друзей, ни гостей Никого, только ты и я Я люблю тебя, Мэгги Я знаю это А я люблю тебя Мистер Ко, это вы? Фред Фрэнк, привет Я подумал заскочить и еще раз осмотреться Мэгги, это мистер Ди Лаби Как поживаете? Здравствуйте Знаете, я получаю реальное удовольствие от этого дома Я никогда прежде не строил ничего подобного Ну, я должен проверить еще кое-что Простите Может, теперь специала ваш миссис Коу? До свидания, Ларри Прощай, Мэгги Субтитры создавал DimaTorzok Конец За кадр текст читал Хришев Андрей Энди Перевод Антон Коптелов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok